Последние действия Киева свидетельствуют о подготовке к полномасштабной войне, об этом сообщил глава ДНР. На текущий момент, по словам Александра Захарченко, ополченцам удалось занять практически всю территорию Донецкого аэропорта. Его сейчас покидают оставшиеся украинские военные, ну а проконтролировать процесс должны наблюдатели ОБСЕ, которым, кстати, ополченцы готовы показать американское оружие, найденное на позициях украинских силовиков. Николай Долгачев расскажет подробности по телефону. В Донецке закончилась пресс-конференция премьер-министр ДНР Александра Захарченко, на котором он сделал несколько заявлений, в частности, сказал, что бойцы обнаружили оружие американского производства. Вчера Кононов Владимир Петрович показал трофейное оружие, захваченное в аэропорту. Американские пулеметы, винтовки М-16, М-4, пистолеты импортного производства. Кто там воюет? Если вы на аэропорту находите винтовку М-16, я думаю, что тут же нужно туда принести. Два варианта. Либо Америка дала оружие Украине, она пользуется, либо с этим оружием будут приехать в Америку. Кроме того, Александр Захарченко заявил, что практически полностью территория аэропорта сейчас под контролем армии ДНР. И я даже сделал предложение президенту Украины Петру Промышенко въехать в Донецкий аэропорт и встретиться. В данный момент в районе аэропорта продолжается стрельба. На некоторых участках территории закрепились украинские подразделения. Территориально это не очень много, всего 2-3% территории всего аэропорта. Но, тем не менее, бои все еще продолжаются. Николай Долгачев, Вести. Продолжение следует.